МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Воскресные новости ТВК, где каждую неделю в это время мы подводим итоги уходящих 7 дней. Меня зовут Екатерина Лукашенко. И вот главные темы этого выпуска. Очередное экологическое ЧП в Красноярском крае. В Кешемском районе сотни литров нефтепродуктов вылились в Ангару. Власти об аварии вновь узнали спустя неделю. Его боятся, ждут и ненавидят одновременно. Карантин. Будут ли его вновь вводить в Россию? И как ситуация с ковидом в стране развивалась на этой неделе? Вы что делали? Мужчина! 92-й день митингов. Хабаровский внезапно обернулся жесткими задержаниями. Почему протест решили подавить силой? Вернуть прямые выборы мэра вновь предложили городские депутаты. Можно ли повернуть время вспять и сделать должность городоначальника выборной? Что ни неделя, то очередное экологическое бедствие. На этот раз ЧП произошло в Кешемском районе Красноярского края. Там сотни литров нефтепродуктов вылились в Ангару. По предварительным данным, разлив произошел еще 2 октября на барже ООО «Приангарский ЛПК», которая базируется в Кодинске. Во время проверки на устойчивость к шторму на судне треснула цистерна и дала течь. Примечательно, что лишь 9 октября сообщение о разливе поступило в единую диспетчерскую службу. Все это время на предприятии пытались самостоятельно устранить последствия. Сотрудники утверждают, что в емкости была лишь техническая вода после дизельного топлива. Однако в прокуратуре после выездной проверки сообщили, что по предварительным данным в реку попало 500 литров дизельного топлива. Позже появилась информация, что объем разлива может достигать 10 тонн. В качестве возможных причин разлива называется неправильная транспортировка топлива и сильный износ цистерны. На месте сейчас работают представители Следственного комитета, полиции, местной администрации и спасатели. Производится уборка нефтепродуктов с использованием сорбента. В МЧС опасаются, что топливо может дойти до Богучанского водохранилища. Местные власти ввели режим ЧС. В администрации подтверждают, что об аварийной ситуации там узнали с опозданием. 9-10-го примерно в 17 часов 00 в администрацию Кежемского района поступило сообщение о предполагаемом разливе нефтепродуктов в районе села Новая Кежна. В Кежемском районе с 19 часов 30 минут введен ЧС. Решением по предупреждению рекидации ЧС была создана комиссия, которая состоит из сотрудников ОМВД, прокуратуры, управления эксплуатацией Богучанского водохранилища, МЧС, а также администрации Кежемского района. По неподтвержденным данным, 2 октября у предприятия ООО ПЛПК при транспортировке емкости на барже от причала города Котинска до причала села Новая Кежма произошла течь. Предположительно, объем разлива может достигать до 10 тонн. Позже власти Кежемского района заявили, что специалисты не обнаружили пятен нефти на ангаре. А для населения разлив топлива не представляет опасность. Сегодня следователи все же возбудили уголовное дело по факту разлива топлива. Отмечу, Красноярский край уже второй раз за полгода попадает в федеральные сводки из-за экологических аварий. В конце мая на территории ТЭЦ-3 произошла авария. В результате в воду и почву попало около 21 тысячи тонн дизельного топлива. И тогда об инциденте краевые власти узнали спустя несколько дней после аварии. А на месте ЧП ответственные лица оказались лишь после совещания с президентом, на котором Владимир Путин был резок. После аварии правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел. Росприроднадзор оценил ущерб почти в 148 миллиардов рублей. Спустя два месяца, 10 сентября, ведомство подало иск к Норникелю с требованием выплатить всю сумму. Компания оценила общий ущерб от этой аварии в 21 миллиард рублей. И уже завтра арбитражный суд Красноярского края начнет рассматривать иск Росприроднадзора к Норникелю о возмещении ущерба окружающей среде после катастрофы на Норильской ТЭЦ-3. По сути, суду предстоит решить, сколько Норникель должен заплатить государству. Почти 148 миллиардов рублей, как просит Росприроднадзор, или в семь раз меньше, как настаивает сам Норникель. Известно, что специально для того, чтобы принять участие в этом заседании, в Красноярск прилетит глава Росприроднадзора Светлана Родионова. Судя по постам в социальных сетях, Родионова настроена решительно. В конце недели на своей странице в Facebook она написала гневный пост о том, что компания Норникель просит учесть расходы, которые они понесли в ходе устранения последствий аварии. Расходы эти, по мнению главы Росприроднадзора, выглядят странно. Вот цитата. Логичным итогом стали более 147 миллиардов рублей. Расчёт вреда, предъявленный Росприроднадзором компании-нарушителю. НТЭК и Норильский Никель платить не стали и заявили, что в их понимании сумма должна быть в семь раз меньше, указав, что ещё во время ликвидации они понесли затраты, и из этой же суммы, уменьшенной в семь раз, их надо вычесть. Предприятие настаивает, что государство должно учесть понесённые им затраты на ликвидацию последствий при взыскании вреда. Уже на первых страницах обращают на себя внимание эти затраты. Три спиннинга, шесть блёсен, набор пивных кружек Мюнхен, ещё пивные кружки, две лески, катушки безинерционные. Ещё забыла, пакет майка. Какие тут комментарии? Вероятно, свою позицию по этому вопросу Норникель озвучит завтра, в ходе судебного заседания. И в продолжении темы экологических катастроф на Камчатке до сих пор не удалось установить причину загрязнения воды в Авачинском заливе. Пока Роспотребнадзор лишь опубликовал результаты проб воды. В образцах нашли превышение сразу нескольких опасных веществ, в частности фосфат ионов в 10 раз, железа в 6 раз, фенола почти в 3 раза. Вредные вещества нашли также в реке Мутнушка. Она протекает возле Козельского полигона ядохимикатов, которые считают одним из возможных источников экологической катастрофы. Однако учёные Дальневосточного университета заявили, что в реках рядом с полигоном загрязнений нет. По их словам, в водоёмах нашли насекомых, которые обитают только в чистой воде. Также среди возможных причин происшествия власти Камчатки называли природные воздействия или сейсмическую активность, которая может быть вызвана вулканическими проявлениями. По любому случае, точная причина экологического бедствия у берегов Камчатки пока неизвестна. Напомню, в середине сентября местные серферы стали жаловаться на проблемы со здоровьем, в том числе на ухудшение зрения. По их словам, вода у побережья Халактырского пляжа изменила цвет и имеет необычный запах. В конце сентября экоактивисты зафиксировали на берегу большое количество погибших морских животных. Лишь 3 октября местные власти провели инспекцию на побережье и установили, что в воде действительно имеются загрязнения. О происшествиях, которые наносят экологии ущерб, мы продолжим говорить прямо сейчас. У нас в студии находится Сергей Михайлютор, руководитель Ассоциации экологических расследований. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Мы узнали как минимум о втором экологическом происшествии за буквально полгода в Красноярском крае. И сценарий очень похож на ту ситуацию, что мы наблюдали в Норильске. Авария произошла, спустя какое-то время власти узнали, еще спустя какое-то время начали реагировать. Почему так происходит? Ну, почему так происходит? Нужно понимать, что это происходило всегда. А почему это до сих пор происходит? Наверное, потому что по той же самой причине, по какой промышленные предприятия, не все, да, не спешат сокращать свои выбросы. Потому что издержки по сокращению выбросов или по мониторингу предотвращения ситуации по разливу и загрязнению вод, почвы и других объектов, значительно дороже, чем ущерб, который может быть им начислен или может быть с них взыскан. И таким образом, это какая-то, знаете, такая отсроченная ответственность получается. По большому счету, зачем содержать коллектив людей, тратить на это деньги, на то, чтобы смотреть, чтобы все было хорошо. Когда нужно, как говорится, экономить, извлекать максимальную какую-то прибыль, а там, если и произойдет, а может быть и не произойдет, и потом будет видно. А потом нужно не забывать о том, что очень много объектов, у которых уже нет собственников, они являются чрезвычайно опасными объектами. И тогда говорят, что он же находится на территории муниципального управления, значит, пускай за налоги граждан или какие-то другие деньги это ликвидируется. Собственника нет. То есть это, на самом деле, наша с вами безответственность. Наша ли с вами? Наша с вами в том числе. Потому что это системная проблема, касающаяся всех людей. Ну, подождите, ну как конкретно я могла предотвратить ситуацию на Таймыре, например, которая произошла на прошлой неделе? Или вот сейчас, скажем, в районе? Ну, если бы вы начали об этом говорить еще раньше, что на Таймыре масса таких объектов. Посмотрите, они ржавые. То есть средства массовой информации у вас больше для этого возможности. Каждый человек, там, сторож, там, или ты гуляешь с собакой, увидел, что есть проблема, да, есть возможность. Конечно, мы не должны вроде как бы это делать. Но мы же видим, что никто тут должен это делать, так же не стремиться к этому. А вы вот уже упомянули про ржавые объекты. Вот, кстати, вот три случая, да, ситуация в Норильске. Мы все видели эту резервуар, он покрыт буквально ржавчиной. Ситуация на Таймыре, которая произошла на прошлой неделе, и там порвался трубопровод. И вот эта ситуация в Кежемском районе, и там тоже, вот там сейчас показывают кадры, вот цистерну мы видим, она тоже, ну, в жутком состоянии. Кто должен следить за этим? Ну, неужели, ладно, мы, ну, я себя ответственности не снимаю, но люди же на местах это видят. В первую очередь, это должен следить собственник данного объекта. Те люди, которые непосредственно с ним работают. Если он этого не делает, то, что как мы, вот так как это происходит? Если он не делает, он преступник. Дальше уже здесь должна быть природоохранная прокуратура, Ростехнадзор, которые должны смотреть и сразу же привлекать к ответственности. Но они тоже делают, они, мы же знаем, как было это в Норильске, что они сигнализировали. Потом оказалось, что они сняли с эксплуатации, но из эксплуатации не вывели объект. Здесь точно такая же ситуация. Ну, получается, что это какой-то замкнутый круг. За этим никто, по сути дела, не следит. Аварий становится все больше и больше, или, по крайней мере... Становится больше этих аварий. Потому что на то, чтобы ликвидировать эту ситуацию, нужно изменить отношение к промышленным объектам, к собственникам промышленных объектов и таких, чтобы они понимали, что если там хотя бы будет 3-5 капель, и это будет загрязнена какая-то территория, то все, вы попрощаетесь и со своей собственностью, и со своим бизнесом. То есть ответственность должна быть соразмерной, потому что страдают природные объекты. Но не только природные объекты, но и авторитет России в мире, потому что она смотрит как на людей каких-то... На варваров. На варваров, действительно, потому что это, кроме как варварства, не назовешь, абсолютно точно сказали. Ну, особенно ситуация, как это было на Камчатке. Ну, там же жуткие кадры вот мертвых трупов, животных. А это наша с вами реальность. Ну, также мы с вами иногда ходим по городу и видим, что там могут быть грязь везде. Приезжаешь с того же самого, там понятно, мы не будем говорить про Москву, даже с Санкт-Петербурга, где чистота на улицах, и возвращаешься в Красноярск, нам говорят, ну, это же промышленный город. Но мы хотим видеть и наш промышленный город чистым. Возвращаясь к теме ответственности, вот завтра арбитражный суд начнет рассматривать дело по Норильску. У вас есть ожидания от этого процесса? Как вам кажется, чем закончится эта история? Знаете, здесь не хотелось бы что-то придумывать. Я думаю, что поскольку большое внимание к этому привлечено, да, и большие, собственно говоря, компании здесь замешаны, мы видим, как все это происходит. Мне кажется, должно быть, ну, самое жесткое решение и справедливое. То есть по закону должно поступать. Я думаю, что мы и законное решение и увидим. Ну вот, Росприроднадзор требует 148 миллиардов рублей возместить. Это справедливо? Ну, это нормально. Это возместит ущерб? Ну, понимаете, ущерб, может быть, он гораздо и больше. Но эта существенная сумма уже позволит предприятию лишний раз подумать и посмотреть, а что у них там творится. На самом деле, промышленный, Норильский промышленный регион, он весь зона чрезвычайного риска и довольно сильно загрязнен во всех местах. И о том, чтобы это стало как-то более, скажем, чистой территорией. Ну, вот я сам родился, вырос на Таймыре. И уже там последние 50 лет мы увидим, что там ситуация к лучшему-то не меняется. Но, к сожалению, мы видим, что ситуация, которая произошла в Норильске, она другие крупные предприятия ничему не учит. Ну, вот если вспомнить ситуацию на Камчатке, которая тоже произошла не так давно, там ведь до сих пор не могут установить причину. Это вообще нормальная ситуация? То, что не могут установить причину, это тоже следствие промышленного лобби, которое в течение многих лет задавливало аналитическую сферу Центра лабораторного анализа технических измерений, федеральные методики выполнения измерений. Они находятся в таком состоянии, что если вы даже начнете что-то измерять, в завышенной ПДК вы практически ничего не обнаружите. Потому что если измерять так, как это должно быть, по правилам международной практики, ситуация будет катастрофически просто ужасно выглядеть. Вы же помните, что в 2014 году, чтобы снизить сверхнормативные концентрации формальдегидов в городах России, не стали сокращать выбросы, а просто подняли ПДК в три раза. Ну да. Не можешь изменить ситуацию, измени измерение этой ситуации. Да, а сейчас мы видим, что методики не выявляют. Пример вам приведу. Например, мы знаем, что в угле содержится ртуть. Крупные, мелкие, средние тепловые установки работают, сжигают большие объемы этого угля. Куда эта ртуть девается? Я разговариваю с руководителем Центра лабораторного анализа технических измерений. Она говорит, что мы не видим в выбросах. Если не видите выбросы, разберитесь. Если она и в выбросах, где она тогда? А мы это не видим ни в зале, ни в саже, нигде. Получается, что большое количество загрязняющих веществ куда-то исчезает. И за их размещение и выбросы ничего не платится. Вот такая у нас... А то, что разливы, ну это уже считается... Ну подумаешь, разливы, это же вода там что-то размоет. А то, что гибнут гидробионты или рыба, скажешь, ну она другая вырастет. Поясните, вот, например, топливо, которое вот сейчас, например, попало в Ангару. Какой это ущерб окружающей среде, чтобы мы просто понимали? Вы должны понимать, что вообще говоря, протяженность Ангары, да, довольно большой такой объект. Водосброс осуществляется на всем протяжении этого объекта. И там воздействие не только разливы. Если посмотреть, что туда сливается, и с поверхностными стоками, и со сбросом от промпредприятий других, то это может оказаться вообще незначительной каплей. А вот если все посмотреть и ущерб насчитать по всем объектам, это уже будет больше. Но тогда сразу он скажет, а вот вы опять против бизнеса, вы хотите экологический шантаж, закошмарить бизнес. Но если вообще его не кошмарить, у нас тогда и природы не останется никакой. Сергей, ну достаточно пессимистичный у нас получается разговор. А есть ли какой-то выход из этой ситуации, чтобы и бизнес работал, но при этом следил за соблюдением всех норм, и экология не страдала, как следствие и мы? Есть выход. Это пристальное внимание к современным экологическим технологиям, измерениям. Это доступность информации об экологическом состоянии всех объектов окружающей среды. Чтобы мы могли посмотреть, сказать, что, извините, но мой детский сад находится там в зоне, где слишком много кадмия в воздухе. А у нас есть здесь такие зоны. Сказать, что я не хочу туда доводиться. Все. И тогда их там бизнес не будет развиваться, а будет развиваться в более чистом. Это должно быть частью не только политики, но и экономики. Если предприятие не может обеспечить безопасность для окружающей среды, а зарабатывает на этом деньги, оно должно потерять свой бизнес. И не заниматься, раз ты не можешь зарабатывать деньги, не уничтожая, скажем там, рыбы, животных и сокращая жизни людей. Это звучит очень красиво и прекрасно, но мы же понимаем, что в ближайшей перспективе в России такого, ну, однозначно не произойдет. Какие первые шаги, на ваш взгляд, нужно предпринять уже сейчас? Вот после ситуации в Норильске, после ситуации на Таймыре, на Камчатке, вот в Кежинском районе сейчас. Что конкретно сейчас нужно сделать и кому? Это открытость информации, это экологическое образование, не по защите вымирающих леопардов, которых никто живыми уже давно не видел, а реально то, что касается жизни людей в городах, на промышленных территориях, чтобы дети у нас прямо с младенчества могли увидеть о том, что как они собираются выстраивать свою жизнь во взаимодействии с экономикой, с бизнесом, с промышленным сектором и с окружающей средой. Это должно войти в нашу жизнь, как, ну, я не знаю, стакан воды, которую мы каждое утро выпиваем. Ну, будем надеяться, что мы доживем до этого светлого будущего, но если не мы, то хотя бы наши дети. Сергей, спасибо. Это был Сергей Михайлюта, руководитель Ассоциации экологических расследований. Мы говорили о происшествиях, которые влияют на экологию, и что нужно делать, чтобы этих происшествий становилось все меньше. И сейчас к ситуации с коронавирусом. Ковид-19 поставил абсолютный рекорд по заражениям России. В стране впервые за все время пандемии за сутки выявили более 13 тысяч зараженных. Это третий день подряд, когда число заболевших бьет антирекорд. Скончались за минувшие сутки 149 человек. В Красноярском крае также рекордные показатели. За сутки выявили максимальное число заболевших коронавирусом – 176 новых случаев. Три человека скончались. Общее число погибших – 575. С прошлого воскресенья суточный прирост увеличился на полсотни – со 122 до 176. Также на этой неделе в Красноярске на карантин снова закрыли глазной центр. Там выявили пациента с коронавирусом. Его перевели в инфекционный госпиталь. Взрослые отделения сейчас закрыли на санобработку. А остальные подразделения, больницы – это детский и взрослый травпункты, детское отделение, а также дневные стационары продолжили работать. Напомню, весной в разгар пандемии в глазном центре уже была вспышка коронавируса. Многие, приехавшие туда на плавановое лечение, из районов края заразились COVID-19 и были вынуждены вернуться домой и находиться на карантине. Также на этой неделе от коронавируса умерла молодая учительница биологии Любовь Суркова. Ей было 33 года. Она преподавала в 150-й школе. Коллеги вспоминают Любовь как доброго и светлого человека, благодаря которому у многих детей появился интерес к биологии. Девушка окончила педагогический университет в 2009 году. В Роспотребнадзоре и Краевом Минздраве подробности трагедии не раскрывают. Однако одна из учениц в соцсетях рассказала, что осложнения на фоне болезни начались у учителя из-за диабета. После ее гибели школу частично перевели на карантин. Учеников старшего и среднего звена отправили на двухнедельную удаленку. Начальная школа продолжает заниматься в обычном режиме, так как она находится в отдельном крыле. Отмечу всего, в городе на дистанционном обучении находится больше 80 классов. В 23 школах зарегистрировали случаи заболевания COVID-19. Коронавирус нашли либо у кого-то из учеников, либо вирус нашли у учителя. В любом случае класс на две недели переводится на дистанционное обучение. В России несколько дней подряд выявляют рекордное число новых заболевших коронавирусом. В Москве заболеваемость COVID-19 выросла в пять раз. При этом столичные журналисты сообщают, что в больницы забирают только самых тяжелых пациентов, а коек уже не хватает. Число заразившихся увеличивается и в других регионах, и там же возвращают строгие ограничительные меры. Так, например, обязательную четырехдневную самоизоляцию вел Ставропольский край, а в Башкирии закрыли для приезжих несколько городов и районов. Как регионы отвечают на вторую волну ковида, сегодня выяснял мой коллега Дмитрий Шхузин. Он сейчас в студии. Дима, ждать ли россиянам нового карантина? Катя, несмотря на очевидный рост числа заболевших коронавирусом, нового карантина, кажется, не хочет никто. Ни люди, ни бизнес, ни власти. Уже несколько дней в стране фиксируют рекордное число заболевших. Но пока новые меры ограничились только продлением школьных каникул, закрытием границ и рекомендацией сидеть дома. И речь не только про пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Федеральный Минздрав рекомендовал всем россиянам отказаться от похода в гости и в места скопления людей. Оно и понятно по статистике оперштаба. Число заболевших ковидом среди молодежи до 18 лет увеличилось вдвое. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это было предсказуемо, ведь молодежь пошла учиться в школы и вузы. Количество их стало больше, тоже естественно, потому что высшие учебные, средние учебные заведения работают, школы и так далее. Это естественный процесс, поэтому не нужно думать, что это не костюм. Ну, конечно, самые тяжелые формы и больше всего болеют пожилые люди. Это 65 плюс. Хроники – это вот такая другая категория, категория риска. Если молодых людей, в случае чего, можно перевести на удаленку, то с пенсионерами дела обстоят хуже. Дома они не сидят, а ходят в театры. В столичном линкоме накануне устроили целый рейд. Там искали людей старше 65, которые не соблюдают режим самоизоляции. Полицейские никого не задерживали, не штрафовали, а проводили профилактические беседы. Здесь у вас лица? Вы что? Лица старше 65 лет. Здесь в зале конкретно, в зале зрители. Да, в зале зрители. Да, пожалуйста. Вы в курсе, что у нас есть? А я в старшем. А я не знаю, хотел бы. Документы можно? А, если не сложно будет. Что я делаю? Пока ситуацию с коронавирусом в стране нельзя назвать критической, но очевидно, что она стремительно ухудшается. В столичных больницах заканчиваются места для пациентов с ковидом. Власти открывают новые госпитали. Скорую помощь ждут часами. Сотрудница издания «Коммерсант» Анастасия Лобода рассказала, что ее мужа отказались госпитализировать, несмотря на температуру выше 39 градусов и частичное поражение легких. В соцсетях она рассказала, что участковый врач несколько дней не мог приехать на вызов. А после приезда скорой ее муж 4 часа ждал компьютерную томографию. А затем еще несколько часов приема врача. В процессе вызова скорой услышала давно забытое «Вас много, я одна». Фраза «Чего вы от меня хотите» от дежурного врача убивает. Все понимаю – нагрузки, нехватка людей, реорганизация. Но это не по-человечески. Российские власти сейчас активно обсуждают то, какие меры можно вводить на фоне возросших цифр. Дмитрий Песков, например, заявил, что о закрытии въезда в регионы речи не идет, хотя в Кремле допустили, что придется принять дополнительные меры. Однако в некоторых регионах решили не ждать ухудшения ситуации. Власти Башкирии закрыли въезд в два города и пять районов. Все, кто не проживает на закрытых территориях, должны будут проезжать их без остановки. Исключение сделают для спецслужб, а также поездок по работе. С 12 октября на федеральных трассах Орловской области вновь заработают заградительные посты. Они уже работали весной, и тогда на территорию не пустили несколько сотен человек с температурой. Тогда людям измеряли температуру и обязывали самоизолироваться на две недели. И тогда это вызывало огромные очереди на въезд в город. Контролировали сотрудники ГИБДД. И совместно с ними там дежурили медики, которые измеряли температуру. Если нет температуры и никаких симптомов, то можно въехать в город. Предлагали самоизолироваться, но, насколько известно, весной это было довольно-таки строго. Меньше путешествовать призвала россиян и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пригрозила. Либо жители России будут соблюдать эпидемиологические требования, либо у властей не останется выбора. Им придется принимать какие-то дополнительные меры для борьбы с заболеванием. Мы имеем рост в 60 субъектах Российской Федерации. В 20 субъектах ситуация стабильная и где-то даже к снижению идет. Но ровно в тех субъектах, где эти требования соблюдаются. Где в транспорте люди ездят в масках. Где люди держатся на расстоянии друг от друга. Где люди не посещают без масок общественных пространств, таких как магазины, кинотеатры. И у нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать, или нам придется принимать какие-то другие меры. Суточный прирост заболевших коронавирусом обновляет антирекорд не только в России. ВОЗ сообщает, что за 24 часа 338 779 человек заразились коронавирусом. Предыдущий максимум был установлен всего лишь днем ранее. О том, что страна столкнулась с коронавирусом, уже заявили в Бельгии, Чехии, Нидерландах и Британии. В некоторых районах этих стран ограничили работу баров и ресторанов. Полностью закрываются зоопарки, бассейны и спортзалы. У меня на этом все. Катя. Спасибо, Дима. Это был Дмитрий Шхузин. Мы говорили о ситуации с коронавирусом. Напомню, в ряде регионов, в том числе и в столице, уже власти вводят ряд ограничительных мер в Красноярском крае. Пока к ограничениям мы не возвращаемся. Эту тему мы продолжим обсуждать с журналистом московской редакции телеканала РТВАй Андреем Ежовым. Андрей, добрый вечер. Какая обстановка сейчас в Москве? Есть ли напряженность, волнение? Как москвичи переживают вторую волну коронавируса? По моим ощущениям, сейчас даже не сколько москвичи переживают, сколько столичные власти. Они очень серьезно озаботились, судя по публичным заявлениям, которые мы слышим, вот эти вот возросшие заболеваемости и, соответственно, заполняемостью стационаров. Каждый день практически мы слышим заявление столичного мэра Сергея Собянина, губернатора Московской области. Но не секрет, что это такой, по сути, один большой регион. И, действительно, с каждым днем вот эта вот взволнованность власти, она действительно чувствуется. Нам напоминают о том, что стационары и их ресурсы не безграничны. И, соответственно, при этом люди успокаивают другие чиновники и врачи, и представители системы здравоохранения говорят, что пока, конечно, места хватает. Но такие призывы к сознательности уже довольно давно, довольно долго звучат, несколько недель. Ну и, действительно, цифры, которые мы видим, они довольно серьезно, скажем так, многих напрягают. Они, не скажу, что пугают, не скажу, что люди взволнованы. Вот буквально пять минут назад я в торговом центре был, где, собственно, людей в масках не так много. И каждый раз сотрудникам торговых центров, метро, водителям общественного транспорта приходится напоминать о том, что это довольно необходимая мера. С первой волной, действительно, наверное, это не сравнить по степени напряженности. Люди, действительно, ведут себя гораздо расслабленнее, чем тогда весной. Наверное, многие, в общем, осознали, что при всей опасности этой болезни, в общем, ничего такого радикально страшного в этом нет. Действительно, судя по всему, многим придется переболеть. И едва ли не всем, как об этом говорят многие специалисты, врачи и так далее. А в Минздраве рекомендовали всем эти выходные провести дома. Соблюдают ли москвичи эти рекомендации? Судя по всему, рекомендации Минздрава москвичей не соблюдают. Я не уверен, что даже многие из них об этих рекомендациях слышали, потому что погода сейчас такая непривычно теплая в Москве для октября. Здесь, несмотря на то, что я в пуховике, на самом деле здесь градусов 20 примерно, вот на солнце даже больше. Это редкость для Москвы, потому что, понятно, что холодает гораздо раньше. И, наверное, в связи с хорошей погодой, такой на улицах очень много людей, понятно, что в выходные дни в торговых центрах тоже нет отбоя от посетителей. Бары, рестораны действительно, ну не скажу, что забиты под завязку, но людей довольно много. И понятно, что, конечно, в масках и перчатках сидеть в предприятиях общественного питания, в кафе, ресторанах довольно сложно. Отдельный вопрос, отдельный аспект, на мой взгляд, это цинизм властей. То есть в начале лета, перед обновлением путинских сроков, перед необходимостью проведения парада Победы 24-го июня, нам говорили, что вирус побежден, что жизнь налаживается, что все возвращается к каким-то привычным уже стандартам именно жизни. О какой-то самоизоляции в масках речи не шло. Теперь, спустя несколько месяцев, заместитель мэра Москвы Анасасия Ракова, который курирует, собственно, вопросы и размещение специальных посажданий, размещение специальных коек для коронавирусных больных, возмущается и публично говорит о том, что москвичи плевали на все рекомендации и ходят, несмотря ни на что, по ресторанам, барам, торговым центрам и так далее. Ну, хочется спросить, а вы, в общем-то, чем думали, когда в начале лета вы заявляли открыто о победе над вирусом? Собственно, такая простая мысль. А насколько в целом строго власти столицы сейчас следят за соблюдением ограничительных мер? В сети на этой неделе появилось видео, как в театре полицейские останавливают пенсионеров. Это происходит повсеместно? Какое-то резкое усиление давления со стороны властей, честно говоря, я не замечаю. Опять же, повторяю ту самую свою мысль, которую я сказал в начале, мне кажется, что пребывать постоянно в таком напряжении невозможно, если весной действительно вся эта пандемия, коронавирус нового типа, это было нечто новым, пугающим, непонятным, неизведанным. Понятно, что сейчас, уже спустя несколько месяцев, люди как-то свыклись с тем, что придется с этим так или иначе жить. И действительно, сейчас гораздо тревожнее выглядят именно представители властей. Я говорю, мы каждый день слышим заявления от московской власти, от московской мэрии, от Сергея Собянина, Анастасии Раковой и других представителей столичного правительства. Зам. мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Мексутов, которого многие здесь ругают и часто справедливо сегодня тоже. Стало известно, что он заразился коронавирусом. В общем, болезнь добралась и до высших чиновников московского правительства. И, судя по всему, уже на следующей неделе, уже завтра, возможно, мы услышим какие-то заявления о действительно ужесточении этого самого режима. Не факт, что это будет локдаун по образцу весеннему, но вполне возможно, что какие-то бизнесы будут ограничены в работе. Уже шла речь о том, что кафе и рестораны, бары и ночные клубы, возможно, будут закрыты. Но понятно, что понравится это мало кому. Ну и власти подчеркнуто говорят о том, что мы не хотели бы этого делать. Но если ситуация нас вынудит, дали понять столичные чиновники, придется идти в том числе и на такие шаги. И что это будут за шаги, узнаем вот совсем скоро. Я думаю, что в ближайшие дни последуют какие-то решения, потому что действительно цифры, они бьют все рекорды весны. А на улицах и в каких-то общественных местах людей очень много. И многие из них подчеркнут без масок и тем более перчаток. Андрей, спасибо. Это был Андрей Ежов, журналист московской редакции телеканала РТВА. Мы говорили о коронавирусе в столице и о том, как москвичи переживают вторую волну коронавируса. В Хабаровске в эту субботу прошла уже 92-я протестная акция в поддержку Фургала. В этот раз митингующих внезапно силой стали разгонять сотрудники ОМОН. Об этом сообщают местные СМИ. Митинг начался накануне около полудня по местному времени на площади Ленина перед зданием правительства Хабаровского края. Сторонники бывшего главы региона около получаса скандировали лозунги в его поддержку. Потом митингующие устроили шествие по проезжей части центральных улиц Хабаровска, а затем вернулись на площадь. Напротив здания правительства они начали разбивать палатки, чтобы устроить бессрочную акцию протеста. Сотрудники полиции заявили, что палатки необходимо убрать. И примерно через 15 минут из здания правительства вышли сотрудники ОМОН и начали силовой разгон протестующих. Ребята, ОМОН! ОМОН идёт! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, ладно, не вижу! Батюшка, 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 Момин! Не трогайте! Не трогайте! Просто убили! Я даже не успела посчитать, сколько раз, два, три, четыре. Вон ещё! Не трогайте! И бьют дубинками, когда запихнут. Вы что делали? Мужчина! Что вы творите? Мужчина без сознания! Вы посмотрите! Вы что натворили? По данным портала Дивихаб, силовики задержали десятки человек, среди которых есть несовершеннолетний. Несколько митингующих получили травмы. Местные журналисты говорят, что это был самый жестокий разгон митингов. В пресс-службе мэрии Хабаровска сообщили, что полиция задержала 25 человек, среди которых 20 мужчин и 5 женщин. Там отметили, что митингующие разбили три палатки перед зданием краевого правительства, а также принесли туда мощные динамики. Это якобы доставляло большие неудобства прохожим и гостям города. В мэрии подчеркнули, что силовики были вынуждены вмешаться и убедить митингующих убрать палатки. Напомню, протесты в Хабаровске начались в начале июля после задержания экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его обвиняют в организации убийств в 2000-х годах. Сам Фургал вину не признает. 20 июля президент Владимир Путин снял его с должности в связи с утратой доверия и назначил в Рио губернатора члена ЛДПР Михаила Дегтярева. После задержания Фургала в городах Дальнего Востока начались несанкционированные акции протеста. Активисты требуют провести гласный и открытый суд над экс-губернатором и критикуют действия федеральных властей. Однако, как отмечают эксперты, еще ни разу митингующих не разгоняли таким жестоким образом. Одни считают, что подобное поведение силовиков было санкционировано федеральным центром, другие, что распоряжение дали местной власти. В любом случае, это лишь доказывает, что от протестов в Хабаровске власти устали. Пострадала из-за митингов поддержку хабаровчан на этой неделе и Красноярка. 75-летнюю Антонину Полуэктову обвинили в том, что это она выводила людей на театральную площадь и готовила несанкционированный митинг в поддержку дальневосточного протеста 15 августа. Пенсионерка плохо видит. Недавно поборола онкологическое заболевание. У нее вывихнуто плечо, но суды именно ее признали лидером протеста. Антонина Петровна уверяет, что никакой она не организатор. Она просто высказалась на этом митинге и призвала полицейских не применять силу против народа. Когда акция протеста уже закончилась, пенсионерка поехала на автобусе домой, но полицейские выследили ее и задержали на выходе из продуктового магазина. Более пяти часов она провела в отделе полиции и подписала протокол о том, что она организатор митинга, не читая. Антонина Петровна привыкла доверять полицейским. К тому же плохое зрение не позволило ей изучить документ. Мне, значит, там видео, вот видите вы, вот видите вы, ну я, ну я просто выразила свое гражданское мнение. И если бы, все равно с головы моей никто не уберет то, что я думаю. Ну я высказала, мне надо было высказывать, нельзя высказывать то, что мы думаем. Ну сами поймите, какой с меня организатор. Во-первых, зрения нет. Во-вторых, ну я никуда не ходила. Мы как спустились, вот с этого мостика перешли. Мы приехали же туда. С мостика перешли. Мы еще сели на скамеечку, потом смотрим, люди собираются. Ну и мы подошли к этим людям. Пенсионерку оштрафовали на 20 тысяч рублей. Она попросила зрителей ТВК помочь ей с уплатой этой суммой. И меньше чем за сутки красноярцы собрали ей несколько десятков тысяч рублей. Антонина Петровна заплатит штраф и поможет своей знакомой, которую также признали организатором несанкционированного митинга. Пенсионерка благодарит зрителей ТВК за помощь. Настолько удивилась нашим людям, что настолько отзывчиво. Я вечером легла уже спать. Вы не поверите мне, я заплакала от того, что у нас такой отзывчивый народ. Вот особенно меня удивила сумма 7 рублей, что-то 15 копеек. И вот это меня как-то затронуло сильно, потому что я подумала, что это уж, наверное, человек отдал последние копейки, которые у него были. На этой же неделе следователи передали в суд дело экс-министра социальной политики Красноярского края Галины Пашиновой. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным следователей, с 2017 по 2018 годы замминистра и представители коммерческой фирмы похитили более 4 миллионов рублей. Эти деньги выделили министерству из краевого бюджета на приобретение подарков для ветеранов. Вместо ценных подарков сотрудники министерства вручили ветеранам более дешевые. А разницу оставили себе. Вследствие считает, что Пашинова знала, что контракты на покупку подарков не исполнены. Однако она подписала все документы, чтобы перечислить деньги коммерческой организации. Напомню, уголовное дело возбудили еще несколько лет назад. Тогда обыски прошли в министерстве, а также дома у первого зама Пашиновой Калягиной и начальника отдела по вопросам ветеранов Гилевой. Следователи нашли те самые чайники, которые должны были получить в подарок ветераны Великой Отечественной войны. Вопросы у силовиков появились и к работе стройнадзора. В понедельник следователи при поддержке СОБРа пришли в кабинет руководителя ведомства Евгения Скрипальщикова. В СМИ сообщают, что Скрипальщикова подозревают в превышении должностных полномочий в взятках и мошенничестве. Якобы он вместе со своими заместителями Геннадием Савельевым и Евгением Житковым организовали схему хищения денежных средств при строительстве ряда объектов. Кроме того, они оказывали давление на управляющие компании. Интерес силовиков к стройнадзору мало кого удивляет. Красноярские бизнесмены говорят, что это ведомство одно из самых коррумпированных. В полиции пока официально не комментируют обыски и уголовное дело еще не возбудили. На этой неделе городские депутаты потребовали вернуть выборы мэра Красноярска. Почти все, кроме единороссов. Чтобы восстановить демократическую процедуру, необходимо поменять краевой закон. Поэтому оппозиционные народные избранники намерены выйти в законодательное собрание с инициативой. Каковы перспективы возврата выборов мэра, расскажет Виталий Поляков. Ключ от города Красноярска. Исторические кадры. 2017 год. Ключ от города впервые вручают мэру, которого не выбирал народ. Сергей Еремин получает кресло городоначальника по новой схеме. Кандидатов сначала утверждает специальная комиссия. Затем из числа одобренных депутаты гурсовета выбирают самого достойного. Исход таких выборов был предрешен, считает соперница Еремина в борьбе за мэрское кресло в 2017-м Юлия Сембирева. Да и сама схема нужна только для того, чтобы губернатор поставил в Красноярске своего человека. Хотя и свои плюсы есть, считает она. На такую избирательную кампанию кандидатам не нужно тратить деньги. Есть минус. Это то, что победитель известен до начала конкурса. И этот минус перечеркивает первые оба плюса. Поэтому я считаю, что выборы мэра должны быть прямые. У нас и так очень много делается для того, чтобы гражданская активность граждан была максимально низкая. Вернуть выборы хочет и красноярская оппозиция. Депутаты гурсовета от ЛДПР, КПРФ, Справедливой России на неделе подготовили проект постановления о возврате прямых народных выборов мэра. Ориентировочно в декабре сессия городского парламента должна его рассмотреть. Если постановление будет принято, его направят в законодательное собрание и уже краевые депутаты решат, быть выбором или не быть. Инициаторы возврата считают, что избрание народом мэра повысит эффективность управления городом. Чем больше должностных лиц и к тому же ключевых должностных лиц, руководителей муниципалитетов будут избираться людьми, тем больше власть будет обладать таким качеством, очень важным, как легитимность. И соответственно решения, которые принимаются этой властью, они будут отражать не какие-то столичные фишки или еще какие-то закидоны, связанные с тем, что кто-то новую книжку прочитал или что-то по телевизору увидел, а они будут отражать желания и чаяния людей. Закон об особой процедуре назначения мэров в крае был принят в 2015 году. И депутаты горсовета уже пытались вернуть выборы, но безуспешно. «Единая Россия» блокировала эту попытку. Красноярка Дарья Торбеева в августе 2017-го обратила внимание одного из лидеров партии власти Сергея Неверова, что действующий тогда мэр Эдхам Акбулатов пытается подкупить депутатов, чтобы те проголосовали за него, но реакции не последовало. Он раздал руководящие должности муниципальных организаций Красноярска депутатам городского совета депутатов Красноярского края. Я считаю, что это подкуп. Почему партия власти, партия «Единая Россия» не хочет отдать мне, жителям моего города и жителям других городов России законное право выбирать главу города посредством прямых выборов? Нынешняя попытка вернуть выборы может тоже провалиться, поскольку большинство и в горсовете, и в законодательном собрании за «Единой Россией». Представители этой партии устраивают статус-кво. Я не сторонник того, чтобы метаться из стороны в сторону и бесконечно менять модель выборов мэра. Давайте посмотрим, поживем в рамках этой модели. Она, на мой взгляд, достаточно эффективна, не такая плохая. У красноярцев есть возможность влиять, поскольку избирают мэра в конечном итоге депутаты, избранные жителями города Красноярска. Эта модель достаточно, на мой взгляд, конкурентна, поскольку могут принять участие желающие компетентные управленцы. Но в этот раз красноярская оппозиция намерена своего добиться. Коммунисты надеются сыграть на противоречиях внутри «Единой России», а также задействовать все свои партийные возможности. У нас в арсенале целая серьезная перечень возможных форм, методов борьбы за то, чтобы были приняты те вещи, которые мы считаем правильными, и которые мы считаем правильными для всех горожан. Потому что лишать красноярцев права выбора, я уверен абсолютно, 99,9 горожан скажут, что это неправильно, что они должны сами выбирать себе главу. Сейчас не только красноярцы борются за возврат прямых выборов мэра. Самара, Тамбов, Екатеринбург и другие города обсуждают, как этого добиться. В Горноалтайске инициаторы возврата уже потерпели фиаско. Там против проголосовали единороссы. Как будет у нас, узнаем в декабре, когда вопрос будет вынесен на сессию Горсовета. Виталий Поляков, Сергей Кашин. Воскресные новости ТВК. Сначала посадил, а теперь пришел вести переговоры. Александр Лукашенко вновь всех удивил. Накануне он приехал в следственный изолятор КГБ и встретился с политзаключенными, лидерами белорусского протеста. По официальной версии президент обсуждал с участниками конституционную реформу. Встреча длилась около четырех часов. После нее некоторые СМИ заявили, что из тюрьмы могут отпустить экс-кандидатов президента Белоруссии Виктора Бабарико. Якобы эта возможность обсуждалась на встрече Лукашенко с Путиным. Также стало известно, что накануне надзиратели позволили еще одному политзаключенному, Сергею Тихановскому, по телефону поговорить с женой. Он призвал Светлану Тихановскую быть жестче в борьбе с режимом. Надеемся, что очень скоро. В результате ЦИК признал итоги выборов недействительными. 9 октября президент страны подписал указы об отставке премьер-министра правительства. Позже он вел режим ЧП в Бишкеке. Глава государства заявил, что готов уйти с поста, когда ситуация вернется в правовое русло. По данным Минздрава, за время протестов пострадали больше тысячи человек. Один погиб. Вторую неделю не утихает и конфликт в Нагорном Карабахе. 27 сентября Баку заявил об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В свою очередь Ереван сообщил о наступлении военных Азербайджана на территорию Нагорного Карабаха и обстреле его населенных пунктов. В результате развернулись полномасштабные бои. Стороны применили артиллерию, танки и авиацию. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию. Накануне Баку и Ереван договорились о перемирии в зоне конфликта. Переговоры прошли в Москве при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Сразу после этого стороны обвинили друг друга в нарушении прекращения огня. Различные источники сообщают о сотнях погибших военнослужащих и десятках мирных жителей с обеих сторон. Я напомню, что отношения между азербайджанцами и армянами обострились в ноябре 2014 года, после того, как в Нагорном Карабахе азербайджанские военные сбили армянский вертолет Ми-24. В июле 2020 года разногласия между двумя странами усилились. Обстрелы на армяно-азербайджанской границе продолжались с 12 по 16 июля. По словам политологов, нынешняя эскалация самая серьезная с войны в середине 90-х годов. Ну а за позитив у нас в выпуске отвечает Юлия Сорокина. Передаю ей слово прямо сейчас. Смотрите «Женский взгляд». Добрый вечер. На мой женский взгляд самое ужасное, что с нами могло случиться, это осень. И она так и случилась. Скоро погода станет совсем отвратная, день совсем коротким. Еще коронавирус этот известный доктор Хиновкер в прямом эфире моего инстаграм-аккаунта сказал, что город полыхает. Прямо так и сказал. А еще сказал, что нужно избегать людных мест и маски носить. Короче, тоска. Друзья, в нашу коронавирусную эпоху очень важно сохранять бодрость духа, о чем я постоянно говорю. И лично мне в этом сильно помогает рассматривание картинок из серии «Живут же люди». Например, вот неплохое видео для поддержания бодрости духа. Волшебное побережье Северной Италии. Дом стоит прямо у моря. Когда я в одном из телеграм-каналов прочитала, цитирую, «Смотрите, как живет в Европе Ольга Голодец, экс-вице-премьер, главная по социалке, требовавшая вывести из тени 38 миллионов россиян, не плачущих налоги», я тут же подумала, что весь этот дом принадлежит Ольге Голодец. Нет, ну а что такого? Это вполне нормально и даже стандартно для наших топ-чиновников и экс-топ-чиновников иметь что-нибудь такое хорошее и большое где-нибудь в Италии. Я только подумала, как же это все убирать-то, такой огромный дом, это ж сколько нужно прислуги. Но оказалось, что экс-вице-премьеру по социалке Ольге Голодец принадлежит вовсе не весь этот дом, что мне казалось вполне нормальным, а всего лишь одна квартира в этом доме. Квартира номер три. Правда, квартира неплохая, конечно, стоит больше двух миллионов евро. Гостиная, столовая, пять спален, четыре ванные комнаты, кухня, прихожая, коридоры, подвал и три балкона. В общем, жить можно, подойдет для сохранности бодрости духа. А вообще бодрость духа очень помогает поддерживать новости, когда у людей все хорошо. Кстати, топ-чиновники – это тоже ж люди. И когда у них все хорошо, ну это ж хорошо. Ну и если у просто всех других людей хорошо, это тоже бодрит. Вот, например, меня очень взбодрила новость из Швейцарии. В Женеве установили минимальный размер оплаты труда в размере 23 швейцарских франков в час. Это около двух тысяч рублей в час. Это самый высокий мрот в мире. Отмечается, что инициатива направлена на борьбу с бедностью, содействие социальной интеграции и уважение человеческого достоинства. Ну вот, согласитесь, такие новости, когда у людей на самом деле все хорошо, это помогает такие новости поддерживать бодрость духа. У нас, ну у нас в принципе тоже все хорошо. У нас вот санкции, которые нам сам Бог послал. Нам эти санкции сам Бог послал. Не было бы санкций, я вас уверяю, нам пришел бы конец. Но если иметь в виду, что санкции нам сам Бог послал, то следующая новость тоже очень помогает поддерживать бодрость духа. Я прям процитирую один из новостных каналов. В Красноярске более 200 ящиков подозрительных груш раздавили бульдозером. Как рассказали в Россельхознадзоре, 6 октября сотрудники управления вместе с Красноярской таможней провели рейд на оптово-распределительном центре в Северном с целью предупреждения ввоза и продажи запрещенной продукции. Сотрудники нашли 203 ящика свежих груш весом 2,6 тонны. Конец цитаты. А какая замечательная формулировка. Подозрительных груш. Может быть, это несъедобные груши, их нельзя есть. А на самом деле это хорошая новость. Потому что только представьте себе, сколько ведомств, Россельхознадзор, таможня и т.д. и т.п. стоят на страже поддержания нашего с вами благополучия, а значит и бодрости духа. Но все это, конечно, ерунда, потому что главное, как все мы всегда говорим, только б не было войны. Вы знаете, я тут случайно фотографии в одном из телеграм-каналов увидела, перематывала ленту и взгляд задержался. Я думала, это Степан Акер, там есть сейчас вот война, обстрелы. А это оказался Скопинский район в Рязанской области. Нету там никакой войны, слава богу. Но на фото это прямо чистый Карабах. А просто в Скопинском районе Рязанской области взрыв произошел боеприпасов. Как у нас нередко и бывает. В общем, друзья мои, это тоже хорошая новость, потому что никакой внешний враг нам не страшен. Мы все сами своими руками. Такие вот вам новости для поддержания бодрости духа. Будьте здоровы. На этом все. Всегда ваша Юлия Сорокина. Удачи!